Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Фрэнк Рэйцмани, я Шлег Герам и сегодняшний обзор я бы хотел посвятить теме классификации аромата, но прежде чем я начну вам рассказывать, представьте ситуацию, встает человек утром и решает, что вот я хочу себе приобрести какой-нибудь хороший аромат, он идет в магазин и смотрит на полки с ароматами, глаза разбегаются и он пытается себе что-то найти подходящее, а там разные цвета бутылок, разные рисунки, разные названия фирм и тут к нему подходит консультант и спрашивает какие ароматы вы любите, ну человек такой думает, ну не знаю я хочу что-нибудь такое хорошее, чтобы хорошо пахло от меня, и консультант идет и начинает доставать с одной там полки, с другой полки, дает ему понюхать, пожалуйста, вот такой аромат, он нюхает, фу, что это такое, дает ему другой аромат, он должен нюхать, говорит, не то, а знаете почему все это происходит? А происходит это потому, что человек просто не знает какие группы ароматов существуют, какие группы ароматы ему нравятся, какие ноты ему нравятся. Вот чтобы такого не происходило, я вам сегодня хочу рассказать именно сделать обзор на основные группы ароматов и нот, которые существуют. Прежде чем я расскажу вам о существующих группах, скажу только одно, что до сих пор все парфюмеры мира не пришли к единому мнению по поводу деления ароматов. Почему это происходит? Потому что сегодня очень большое множество нот, очень большое количество ароматов, и они между собой смешиваются. И поэтому точно сказать, в какой группе аромат относится нельзя, а только можно дать направление аромата по его запаху. Итак, первая группа это цветочная. Цветочная группа ароматов это в принципе самая большая, самая популярная группа ароматов. Ее нельзя спутать ни с чем, потому что цветы, они очень многообразные и разнообразные. И запах цветов присутствует практически во всех композициях, композициях хоть мужских, хоть женских ароматов. К основным нотам аромата цветочного относятся жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, пион, фиалка, ирис. Короче, все цветы, которые вы только знаете на сегодняшний день, могут присутствовать в аромате цветов. Следующая группа ароматов это восточная группа или восточные ноты. Ароматы этой группы имеют очень характерный и специфический такой эффект звучания. В восточных композициях в основном слышны ноты дыма, благовоний, смол, пряностей, специй. И они, как правило, подходят хорошо для зимы, для вечера, для каких-нибудь торжественных событий, потому что эти ароматы очень густые, очень насыщенные и долгоиграющие. Основные ноты аромата восточного это ладан, табак, тонко, ваниль, пряности всякие, специи и так далее. Следующая группа ароматов это древесная группа. Древесная группа одна из самых многогранных, потому что ноты дерева могут звучать в разных композициях по-разному. То есть они могут звучать как тепло, так и дымно, могут с привкусом сливок, могут быть с земляным запахом и даже могут давать металлические ноты. К основным базовым нотам аромата относятся такие ноты как уд или как его еще называют агаровое дерево. Это может быть кедр, белый кедр, всякие его разновидности, сандал, гуяк, пачули, ветивер и так далее. Следующая группа ароматов это цитрусовая группа. Цитрусовые ароматы в основном очень легкие, очень свежие, очень летние. Без них невозможны композиции такие как шипровые и фужерные. Цитрусы в основном содержатся в самом старте любого аромата. Из-за того, что пирамиды аромата делятся на верхние ноты, на средние ноты и базовые, так вот именно цитрусы входят в верхние ноты аромата. Основные ноты, как вы уже поняли, это лимон, это бергамот, апельсин, грейпфрут, лайм, мандарин и все ноты, которые связаны с цитрусом. Следующая группа ароматов это фруктовая группа. Фрукты и ягоды в основном используются в основе композиции, в средних нотах и всегда придают композиции сладость. Сами ароматы фруктовой группы начали очень интенсивно использовать в начале 2000-х годов. До этого практически фрукты не использовались в ароматах. Если мы посмотрим на ноты аромата фруктового, то это всякие фрукты. Это персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша. Короче, все-все-все фрукты, которые вы можете только подумать, могут входить в состав фруктовых ароматов. Следующая группа ароматов это так называемые фужерные ароматы. Ничего общего с фужерами и бокалами эта группа не имеет. Это просто название аромата с нотами травы. И эти ароматы, они очень интересны. Они могут звучать как свежо, так и горько, так и терпко из состава разных трав. Основные ноты это такие травы, как тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей и все разные-разные травы, которые могут быть, они в принципе используются для придания такого зеленого запаха. Отдельное внимание я бы хотел уделить еще трем группам ароматов. Это гурманские, это адельгидные и это анималистические. Если мы говорим про гурманские ароматы, то это в основном ароматы, которые сладкие и съедобные. Они очень изысканные, они очень необычные и они придают особую гурманскую ноту ароматам. Например, они не могут существовать как отдельные ноты. Обычно аромат гурманский бывает с чем-то, допустим, там восточные гурманские, древесные гурманские и так далее. Если мы говорим про ноты аромата, то это такие сладкие ноты, как карамель, как сливки, печенье, допустим, мед, может быть, миндаль, какао, шоколад, кофе. В общем, все вкусняшки, которые только могут быть, могут давать гурманский аромат. Следующая группа ароматов это адельгидная группа. Это особенная группа, потому что это в основном синтетические ароматы. То есть в последнее время очень развита химия и химическая продукция. И вот эти ароматы, они выводятся искусственным путем химическим. Их сегодня великое множество на рынке. И ароматы этих групп, они очень особенные. Потому как всякие ингредиенты синтетические, которые между собой смешиваются, они дают очень оригинальные и неповторимые оттенки. Следующая группа ароматов это анималистическая группа. Как вы поняли из названия, animals это в переводе означает животное. То есть это именно все масла животного происхождения. К ним относятся амбра и мускус. Что это такое? Это в железах внутренней секреции разных животных производятся материалы химические. И вот их достают оттуда. И вот это вот служит базой для вот этих вот именно анималистических ароматов. И сами по себе эти материалы, они очень дорогие. И они даже дороже грамма золота. Поэтому духи, которые включают в себя именно натуральные ароматы мускуса и амбры, они очень дорогие. Эти ароматы очень стойкие. Они очень насыщенные. Они именно для вечернего использования. Их нельзя использовать в жару. Потому что в жару они теряют свои свойства. И они могут давать не очень хороший запах. Существует еще очень много разных групп ароматов. Но в основном эти группы это производные от смешивания разных ингредиентов из других групп. Например, озоновая группа это смесь цитрусовых и цветочных. Если мы говорим, к примеру, про шипровые, то это смесь цитрусовых, цветочных и мха. Ну и так далее. Также индикацию об аромате может дать сам цвет упаковки. Вы все видели, когда вы заходите в магазин, то вы видите разные упаковки. Там синие, зеленые, красные, черные, белые. И вот глядя на цвет упаковки, вы можете приблизительно знать, к какой группе относятся ароматы. Например, если мы возьмем розовую упаковку, то мы с большей вероятностью 90% можем знать, что это запахи, которые цветочные, там розовые, для молоденьких девушек. Если, к примеру, мы посмотрим на упаковку и она фиолетового цвета, то скорее всего это какая-нибудь пряно-древесная группа. Если мы увидим, допустим, там флакон, я не знаю, там красного цвета, то это обычно какой-нибудь изысканный сексуальный аромат. Если, допустим, коробка или жидкость аромата, допустим, бледно-голубого цвета, то скорее всего это либо какой-нибудь легкий такой аромат, фреш, либо же это спортивный аромат. То, что называется для спортсменов, который легкий такой ненавязчивый. И так далее. Как я уже говорил в начале, нет четкого разделения по группам ароматов. Сегодня многие группы смешиваются между собой и дают очень большое богатство ароматов. И точно сказать, какой группе принадлежит аромат, невозможно. Но если вы будете знать про основные группы и направления и ноты, то эта индикация даст вам разобраться во множестве ароматов и сможет дать направление именно того запаха, именно того аромата, который подойдет именно вам. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok